Всем привет! Сегодня пройдет второй этап спортивных соревнований «Станк» Спортивный тест активности нации. На этот раз в Национальном университете физического воспитания и спорта будут участвовать только девушки. Организаторы решили залучить зирок шоу-бизнесу телеведущих, дизайнеров, политиков, для того, чтобы на прикладе відомых людей привернуть увагу молоді до здорового образа життя. И мы также сегодня будем брать участь в спортивных соревнованиях «Станк». Добрый день, Тимофея. «Стан» – это новая система нормативов. Расскажите, пожалуйста, в чем их особенность? Прежде всего, это силовая нагрузка. Мы исключили аэробную нагрузку. Она дается детям постепенно. Она направлена на проработку всех групп мышц, чтобы человек развивался гармонично, чтобы он уделял должное внимание своему здоровью, был активным, позитивным и спортивным. Сегодня женский «Стан». Мы также были присутствием и на человеческом «Станке». В чем отличность? Упражнений на два упражнения меньше в этом женском «Стане». Здесь больше на проработку брюшного пресса и мышц ног. Поэтому это слабые места женского пола. Мы исключили нагрузку на дельты, исключили нагрузку на широчайшие мышцы, на девушки ни к чему. Я думаю, что это будет намного легче, но намного позитивнее. Наташа, ты очень спортивная, красивая, неординарная личность. Каким видом спорта увлекаешься, чтобы выглядеть так достойно? Ну, я, в принципе, занимаюсь разными видами спорта. Я люблю все. Фитнес, йога, пилатес, стрейчинг, все, что касается такой, знаете, для девочки. Я все люблю. А любишь ходить в тренажерный зал, именно качаться? Я не люблю тренажерку, я не хожу на станки, я не люблю это. Мне кажется, это монотонно, это немножко не мое. Я люблю больше, где такое групповые занятия, где движение, где много людей, где все как-то вот активненько, все. Тогда и хочется что-то делать в зал. Я ходила одно время, ну, как-то меня не сильно пригалывает. Как сегодня готовила к сегодняшнему мероприятию? С удовольствием ли приняла предложение участвовать сегодня здесь? И кого расцениваешь своих конкурентов, как свои возможности вообще в целом? Я считаю, что это мероприятие классно тем, что мы должны поддерживать здоровую нацию, мы должны пропагандировать, мы должны молодежи, детям прививать это. Поэтому я, ну, здесь из-за этого, я сама люблю здоровый образ жизни, я люблю спорт. Я хочу, чтобы наша нация не деградировала, а наоборот, чтобы побольше занимались спортом, поменьше увлекались курением там и алкоголем, а все-таки находили время, ходили в зал, занимались теми видами спорта, которые им близки, которые им подходят. Какому виду спорта ты надаешь перевагу? Лыжи, спортивная зала, возможно, дыхательные вправы, йога. Ну, с йогой пробовала, ездила даже в Индию, да, пыталась приобщиться, как бы, к этому виду деятельности, но йога, видимо, не мое. Да, для меня это очень так, размеренно, очень, ну, очень скучно. Мне ближе, все-таки, спортзал. Спортзал, занятие аэробикой, то есть такие динамичные виды спорта, вот это мне больше по душе. А чи правда, что твое хобби – это мотоспорт? Ну, я не скажу, что хобби, але, ну, может поганяти трохи. Ты сидишь за кормом? Сижу. Какие мотоциклы твои улюблены? Спортивные, или, может быть, какие-то чоперы? Наверное, все-таки спортивные. Это вот Ямаха Фазер и БМВ К1300. Вы готовите специальный тур «Каникулы для организма». Расскажите подробнее об этом туре и вообще, что он в себя включает, как можно туда попасть, вообще, что это такое? Это для всех тех, кто хочет сбросить лишнее, кто хочет подтянуть свое тело, кто хочет очистить организм, кто хочет научиться правильно питаться. В составе единомышленников могут поехать в тур и, в принципе, приобрести все эти знания, навыки, умения отдохнуть и перезарядиться. Я выступаю как приглашенный эксперт и как куратор этого тура. Мы уже организовали подобный тур в Грузии, прошел успешно. И как автора и ведущая спортивных программ, которые выходили на различных каналах нашего телевидения, меня пригласили курировать этот тур. Так что все, кто хочет устроить своему организму «Каникулы», я вас приглашаю, присоединяйтесь. Расскажите, вы как куратор и организатор такого тура, скажите, главные ошибки, с которыми сталкиваетесь, вообще люди пытаются похудеть, и какие ошибки они делают, самые первичные? Что неправильно? Неправильно то, что они, в принципе, живут без лейкопластыря, потому что все наши проблемы от еды, от того, что мы много кушаем. Дело в том, что кушать можно, питание должно быть разнообразно, никто не говорит, что оно должно быть все время диетическое и облегченно. Но кушать надо 5 раз в день, маленькими порциями, нужно пить много воды, но не во время еды, а до еды или после еды. Нужно хорошо спать, потому что, когда организм не досыпает, он требует больше калорий, соответственно, мы больше едим и больше сладкого. Есть сладкое на ночь. Говорят, что на ночь нельзя кушать. Это неправда. Можно кушать до 40 минут до сна, можно кушать салаты легкие, можно пить кефир, можно есть обезжиренный творог, можно есть печеные яблоки. Например, я всегда ем печеные яблоки. И главное, даже если ничего не кушать, если заниматься спортом, это важно, но не пить воду, ничего не произойдет. Если все это вам не помогает, тогда просто нужно провериться у эндокринолога, потому что бывает несоответствие гормонов, оно просто не дает возможности человеку похудеть. И девушка думает, боже, ну что же у меня такая попа большая, что же у меня такие руки большие. На самом деле, всего-то нужно сходить и сдать кровь на гормоны, и просто вам подрегулируют, и все станет в норму. Привет, девчата! Вы студентки Университета физкультури. Вы готовились к какому-то до сегодняшних змаганий? Может, тренировались напереду? Ну, честно говоря, мы недавно только узнали о этом. Ну, поскольку, в принципе, мы спортсмены, профессиональные спортсмены, у нас тренировки каждый день, поэтому мы поддерживаем себя в форме, вот, и мы готовы физически и морально к этому соревнованиям. А вы сильно засмутитесь, если вы сегодня не победите? И как, взагалі, оцениваете своих конкурентов сьогодні? Ну, конкуренция, я думаю, что сильная, но засмучиваться тут ничего, перемога, все-таки, будет, я думаю, для двоих. Главное, брать участие, а не перемогать. Я думаю, что это не тот случай, когда нужно расстраиваться, потому что мы продвигаем спорт в нашей стране, наша нация должна быть спортивной, поэтому, в принципе, нету проигравших, нету победивших. Привет! Ты обладательница, шикарные просто фигуры. Расскажи, как поддерживаешь такую физическую форму? Привет! Ну, один из самых главных секретов – это генетика, потому что я младкая, у меня отец отрекаясь, мама украинка. Но, естественно, мы все прекрасно знаем, что генетика – это не все. Надо заниматься спортом. Я занимаюсь спортом три раза в неделю. Какой вид спорта будешь любить? Я люблю бег, люблю фитнес женский. Иногда люблю гантели, но не увлекаюсь. Я понимаю, что надо оставаться девушкой. А я склонна к такому походить три месяца в зал и сразу. А насчет здорового питания. Как завтракаешь, обедаешь, ужинаешь? Твой вообще рацион? Так, ну, естественно, я пытаюсь, чтобы в моем рационе была рыба, здоровая пища. Вот. Позволяю себе сладкое, но очень редко и в гостях. Домой не покупаю, потому что это страшная тема. Все равно доходишь, да. Вот. Ну, естественно, сжигать калории на концертах, на выступлениях, на съемках и в спортзале, и дома не жрать. Расстроишься, если проиграет? Да нет. Я думаю, что главное участие, конечно же. И я надеюсь отсюда унести пару медалей. Я бы одну. Девчата, привет! Рады бачить вас сегодня на змаганиях. А расскажите, пожалуйста, как еще вы поддерживаете здоровый образ жизни? Ну, на самом деле, мы больше в искусстве, чем в спорте. Мы любим танцевать. У нас очень много хореографов, постановки. Каждый день мы занимаемся танцами. Для нас это своеобразный спорт. А каким мы танцами занимаетесь? На самом деле, смешанные танцы. Мы даже пробовали твергать по чуть-чуть. Хип-хоп чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, растяжка. Даже классическим танцем немного занимаемся. Хорошо. А как же все-таки оцените сегодняшнюю конкуренцию? Багато зюрок шоу-бизнесу? Багато спортсменов профессиональных? Ну, конечно, мы смотрим на пресс, прессах женщин в белых майках. Смотрим на свой. Думаем, ничего. Затянем потуже наши боярки и пойдем в бой. И зададим им жару. Мы готовились. Мы худели. Мы не ели. Мы качали пресс. Мы занимались, отжимались, чтобы сегодня показать, на что мы способны. Сегодня утром была пробежка под руководством нашей балерины. Подготовка и тренировка. Скажите, будь ласка, тяжело было делать эту праву с мячем? Ой, на самом деле тяжело, потому что очень тяжелый мяч. Через это без мяча нам лучше было. А без мяча сколько могла сделать раз в прессе? Ну, раз в 50 мы точно сделали. А с мячем сколько сделали? 35. 35 – это же хороший результат. Но подивимся, что кое-то с нашими конкурентами. Я все сердце болеваю за свою коллегу Аню. Аня, давай. Ты победишь, я в тебя верю. Головное правильно дыхай. 55. 56. Яна, ты засмутишься, если сегодня не победишь? Ну, я трошки засмучусь, но что ж, ну, должен победить, конечно, наиболее. Краще девчонка. Буду работать. А какими видами спорта занималась и занимаешься, возможно, сейчас? Я занимаюсь, я ходу в тренажерный зал, я качаю попу, біцепсы и бегаю. Багато бегаю. Люблю просто, в принципе, активный способ жизни. Багато ходжу. Если там есть возможность пройти, то я лучше пройдусь. Я погуляю по улице, чем буду ехать в транспорте, конечно. Встречаю. Ты сегодня уже выполняла упражнение. Как расцениваешь своих конкурентов и свои шансы на победу? Если честно, это было немного тяжело, потому что этот килограммовый шарик, он всегда тянул назад. И надо было спиной как-то... Ну, короче, это было очень тяжело. И я сдалась на 20 разах. Ну, я ждала, пока хотя бы 10 человек станут. И тогда я буду с чистой совестью, что я не совсем уже... Ну, не совсем как бы в плохой форме. Но, в принципе, я думаю, что наши победят. Я всегда надеюсь на нашу победу. Как ты считаешь вообще честно соревноваться звезды и вот профессиональные спортсменки, девчонки? Нет, это нечестно абсолютно. И тем более я расценю еще свой возраст. Мне 14 лет, а тут, в принципе, возрастная категория 20 и выше. Так что мне еще двойнее сложнее. Но, в принципе, девочки подготовлены, а артисты чаще всего, у них не хватает времени. Надо просто сходить в спортзал и подниматься собой, потому что концерты, выступления, и поэтому приходится чем-то жертвовать. Твой зимовый хит лыжи, очень веселый и запальный. Скажи, а ты сама катаешься на лыжах? Я, на самом деле, написала эту песню, потому что не было снега, очень хотелось кататься на лыжах. Я уже в этом году была три раза в Драгобраде, потому что там есть фрирайд. Я не только лыжица, я еще и фрирайдерша. А ты сподеваешься ты сегодня на перемогу? На самом деле, сегодня для меня это большая авантюра. Меня позвали, сказали, что потягаете канадик, туда-сюда, оказывается, тут отжиматься нужно, пресс качать. Единственное, что я хорошо делаю, это приседание со штангой. Я думаю, что здесь я... Будешь переможна. Скажи честно, готовилась к сегодняшним соревнованиям? Какой-то, может, тренажер, упражнения, занималась до этого? Нет, я честно не готовилась. На самом деле, я очень рада, что молодежь, вроде как девочки не профессиональные спортсмены, но они все за собой смотрят и могут так сходу сесть и 70 раз делать пресса с 5 килограммами за спиной. Это только заслуживает аплодисментов и уважения, на самом деле. Меня, конечно, я как человек, как называют спортсмены, подснежники. Люди, которые только к лету начинают активно ходить в зал, к сожалению, я прерываю свои занятия. Какой вид спорта больше предпочитаешь? Активный, пассивный? Тренажерку, йога, пилатес? Что больше нравится? Я считаю, что нужно постоянно разнообразие в себе делать в тренировках. Это очень полезно и тебе не надоедает. Поэтому я вообще 8 лет занималась спортивными танцами, легкой атлетикой. 8 лет занималась кейкбоксингом. От него не осталось ни скидки. Но на самом деле тебе должно быть сегодня легко. Нет, мне совсем не легко, потому что, когда ты прекращаешь тренировки профессиональные, которые каждый день, которые по несколько часов в день и такой уже расслабленный, то, конечно, тяжело потом опять войти в эту форму, очень сложно. Конечно, есть мышечная память, но нужно заниматься, безусловно. Добрый вечер, Володимир. Насколько мне известно, вы двукратный чемпион Европы с боксом. Скажите, на разу, как вы поддерживаете здоровый образ жизни? Как могу, максимально поддерживаю и пытаюсь в массе нести. Каким образом? Пропагандировать. С Симофеем ездим по залам детским. Детям интересно, например, общаться с людьми, которые чего-то достигнут. И есть к чему стремиться. А профессиональный бокс приятно еще тем, что можно заработать денег. Почему сегодня вы решили подпотримать стан? Ну ничего себе, посмотрите лучше. Столько девчонок, как же ж не прийти? Я, в принципе, поддерживаю все проекты Тимофея, потому что он это все проводит на просто одном уровне. И смотреть это для меня лучше, чем в театр ходить. Слушай, Пальмир, расскажи, почему решила сегодня принять участие в таком экстремальном соревновании? И как рассчитываешь свои победы? Как свою победу вообще оцениваешь? Ну, во-первых, я всегда любила спорт. И в детстве я даже серьезно занималась легкой атлетикой. Поэтому решила вспомнить, как говорится, юные годы и проверить себя на стойкость. Сейчас занимаешься спортом? Как поддерживаешь свою фигуру? Я занимаюсь спортом. Это гребля по тарелке. На самом деле я люблю спорт. Самый мой любимый спорт – это, конечно же, в постели со своим любимым человеком. Ну, а если говорить серьезно, то это спортзал, это тренировки, это поддерживание тела в форме. У меня как бы такая нестандартная настоящая украинская форма. И для того, чтобы это все было аппетитно и сексуально, нужно, чтобы ничего не восило, чтобы все, как говорится, было в тонусе. А расстроишься, если сегодня проиграешь? Ну, вообще, в принципе, прийти сюда – это уже победа, я думаю. Поэтому какие расстройства могут быть? А если выиграешь как-нибудь, будешь отмечать? Если выиграю, то я спою гимн Украины на весь зал. Ты сегодня победила у меня, я заняла второе место, ты первая. Расскажи, что ты чувствуешь? Я чувствую эйфорию, счастье, успех, удачу. Класс! Сложно было соревноваться вообще? Какое самое сложное было для тебя упражнение? Я скажу, что непросто. Я думала, что не смогу долго устоять с грифом. Удивительно, страх овладел, и я устояла. Ты в приседании или что? Да, да, в приседании вот 200 раз. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, для меня это открытие. Ну, я рассчитывала и надеялась очень на 50, но вот когда я слышала и знала, что кто-то еще приседает, я приседала, приседала. Это была ты. Да, но ты оказалась сильнее. Это заслуженная победа. Мы тебя поздравляем. Что будешь, куда поставишь свою медаль? Будешь ли гордиться? Снимать однозначно. Ну, естественно, я сделаю миллион стелфи. Маша, привет. Спасибо большое. Да, конечно, тяжело было, но чуть потерпеть пришлось. Не, ну, конкуренция была достаточно сильная. Яка управа была для тебя найважчая и яка была найлегчая? Наверное, отжимания были самые сложные, а приседания самые легкие, наверное, не знаю. Сколько раз ты присела сегодня? 222. Ничего себе, 222 разы. 225, не помню, 225, походу, не помню. А ты тренувалася напередодні? Готувалася до змаганий? Я сама тренуруюсь вообще. Я знаю, что ты студентка Університету физкультури, навчаешься на каком факультете? Спортном менеджменте. И сколько раз на тиждень ты тренуешься? Шесть. Кожного дня, майже. И по сколько годин? Ну, двое, где-то так. Это твоя первая спортивная победа, или ты уже брала участь у змаганиях? Ну, у змаганиях такого типа, первый раз. А у змаганиях зі своего виду спорта брала. А каким видом спорта ты занимаешься? Спортивным ориентованием. Привіт, Яно. Ты заслужений майстер спорту сфактування. Розкажи, будь ласка, нам про свои спортивні плани. Ну, дуже хочу подякувати першим організаторам цього дійства. Дуже приємно знаходитесь тут, в якості жюрі. Я старалася все правильно рахувати. Зараз ми готуємося до Олімпійських ігр. Ми нещодавно попали командою на Олімпійські ігри. І готуємося до змагань, які будуть підводитися до Олімпійських ігр. А як взагалі оцінюєш загальний фізичний стан наших дівчат? Ви знаєте, якщо чесно, я б не знаю, змогла б чи я присісти зі штангою понад 200 разів. Для мене це... Ну, я так багато ніколи не робила. І, в принципі, не знаю, чи би зробила. Я думаю, що, в принципі, ті дівчата, які здобули прозові місця, вони заслуговують на це. Вони в чесних умовах боролися. А взагалі, за якими критеріями оцінювали переможців? І чи з'явилися у тебе, можливо, улюбленці? Ну, за критеріями ми рахували волонтери, їхні якість присідань, якість присідань зі штангою, віджимання і качання пресу. А це було чесно, ми всі... Ну, Тимофій рахував. І тому, в принципі, для мене було улюбленці, які боролися до кінця. Яким було важко, було видно, але вони все ж таки ще кілька разів, десяток разів ще робили. Ти була на мужському стані, ти була на женському стані. Расскажи, наскільки були сильні вообще сперники сьогодні? Кто виглядело більше убедітельно, дівшці чи мужчці все-таки? Ну, я скажу так. Коли були хлопця, я була просто поражена. Коли наші артистки, коли бачила своїх колег, не стоящих на сцені, в софітах, такі все красиві. Коли пацані вийшли і почали на брусьях отжиматися, я фонаріла від Бондарчука. Я вже не... Я не ожидала. Удивилась от своєго крісного папу Відді Павлика. Хоча он папу частенько підхалтуривав. Це було реально эффектно. Я дуже рада, тому що искусство – искусство, учеба – учеба, а все равно організм должен жити, він должен быть активний. А общий уровень подготовки, общий физический, девчонок звездных, какой был, на твой взгляд? Ну, просто тут такі були дівочки, їх соперниці, що бедним артистам було реально напряжно. Сьогодні ми стали учасницями спортивних змагань «Стан» та випробували на собі багато спортивних нормативів. Впевнена, що кожна з нас перемогла. Це маленька перемога над собою. Спортивний стиль життя – це універсальна формула для успіху. А ми поздравляємо сьогоднішніх победітельниць. Запомните, як би тяжело не було і як би не хотіло здатися, йдіть тільки вперед. Тренируйтесь, і ви завжди доб'єте свої цели. А з вами були солістки дуэту «Домино», ведущі программи «Свєцькі хроники» Анна Гомонова і Рима Федорова. До нових встреч! Дякую за перегляд!